здравствуйте с вами английский это легко english it is easy и наша постоянная рубрика study grammar and vocabulary at the same time изучайте грамматику и лексику одновременно сегодня мы рассмотрим present perfect tense настоящее совершенное время present perfect образуется так местоимение плюс вспомогательный глагол have в настоящем времени плюс смысловой глагол в прошедшем времени если он правильный с окончанием иди если неправильный то мы берем третью форму глагола в утвердительном предложении in the affirmative sentence present perfect tense будет звучать так i have already day net я уже это сделал you have already done it ты уже это сделал и нас ордер диндит он уже это сделал she has already done it она уже это сделала it has already дан it она уже это сделала выхав ордер диндт мы уже это сделали и юхо об орудь и да нет вы уже это сделали. They have already done it. Они уже это сделали. Affirmative. Утвердительный, положительный. Affirmative sentence. Утвердительное предложение. To affirm. Подтверждать, утверждать, одобрять. Present perfect tense. В отрицательном предложении in the negative sentence образуется так. Местоимение плюс вспомогательный глагол have в настоящем времени с частичкой not, плюс смысловой глагол в прошедшем времени с окончанием иди, либо третья форма неправильного глагола. I have not done it yet. Я еще этого не сделал. You have not done it yet. Ты еще этого не сделал. He has not done it yet. Он еще этого не сделал. She has not done it yet. Она еще этого не сделала. It has not done it yet. Оно еще этого не сделала. We have not done it yet. Мы еще этого не сделали. You have not done it yet. Вы еще этого не сделали. They have not done it yet. Они еще этого не сделали. Negative. Отрицательный, негативный. Negative sentence. Отрицательное предложение. Negation – отрицание. Present perfect tense в вопросительном предложении in the interrogative sentence образуется так. Вспомогательный глагол have в настоящем времени плюс местоимение плюс смысловой глагол в прошедшем времени с окончанием иди, либо третья форма неправильного глагола. Have I already done it? Я уже это сделал? Have you already done it? Ты уже это сделал? Has he already done it? Он уже это сделал? Has she already done it? Она уже это сделала? Has it already done it? Она уже это сделала? Have we already done it? Мы уже это сделали? Have you already done it? Вы уже это сделали? Have they already done it? Они уже это сделали? Interrogative. Вопросительный. Interrogative sentence. Вопросительное предложение. We use the present perfect with the following time expressions. Мы используем настоящее совершенное время со следующими выражениями времени. For. В течении, в продолжении. Since. С тех пор. Already. Уже. Yet. Все еще, еще, пока. Always. Всегда. Just. Только что, совсем недавно. Ever. Когда-нибудь. Never. Никогда. So far. До сих пор, пока, до настоящего времени. Today. Сегодня. This week. На этой неделе. This year. В этом году. How long. In questions. Сколько времени в вопросах. Still. In negations. До сих пор. Все еще, еще, по-прежнему в отрицаниях. Lately. Недавно. В последнее время. На днях. Recently. Недавно. The following. Следующий. Ниже перечисленный. Expression. Выражение. The following expressions. Ниже перечисленное выражение. We use the present perfect for. Мы употребляем present perfect для обозначения. Actions which started in the past and continues up to the present. Действий, которые начались в прошлом и продолжаются до настоящего времени. Например. My dad has had this car for five years, and he still drives it. Эта машина у моего папы уже пять лет, и он до сих пор на ней ездит. I use this iPhone for already two years, and I still use it. Я пользуюсь этим айфоном уже два года, и я до сих пор им пользуюсь. Up to, until, до. Present perfect tense is also used for actions which has recently finished, and whose results are visible in the present. Для действий, которые были закончены недавно, а их результаты видны в настоящем. Например. Mom has just washed the floor. The floor is wet. The action is finished. Мама только что помыла пол. Пол мокрый. Действие закончено. Visible. Видимый, видный, очевидный, явный. We also use the present perfect for actions which happened at an unstated time in the past. The exact time is not mentioned because it is unknown or unimportant. Для действий, которые произошли в неустановленное время в прошлом, точное время не упоминается, потому что оно неизвестно или неважно. Например. We have bought a new house. The most important fact is that we have the new house now. Мы купили новый дом. Самый важный факт здесь. Сейчас у нас есть новый дом. Mansion. Упоминание. Упоминать. We also use present perfect tense for actions which happened within a specific time period which is not over at the moment of speaking. Для действий, которые произошли в определенный период, который на момент речи еще не закончился. Например. The author has already written 50 pages today. The time period today is not over. He may write more pages. Автор сегодня уже написал 50 страниц. Временной период сегодня еще не закончен. Он может написать еще больше страниц. Specific. Особенный. Определенный. Конкретный. Точный. Specific period of time. Конкретный период времени. And now let us repeat the vocabulary. А теперь давайте повторим нашу лексику. Affirmative. Утвердительный. Положительный. Например. Affirmative sentence. Утвердительное предложение. Affirmative answer. Утвердительный ответ. To affirm. Подтверждать. Подтверждать. Утверждать. Одобрять. I affirm that it is true. Я подтверждаю, что это правда. The ministry affirms that the visit has been cancelled. В министерстве подтвердили, что визит отменен. Негативный. Негативный. Отрицательный, негативный. Негатив sentence. Отрицательное предложение. Негатив answer. Отрицательный ответ. Негатив тест. Проверка, давшая отрицательный результат. Негейшн. Отрицание. The negation of rights of citizens. Отрицание прав граждан. Интерогатив. Интерогатив. Вопросительный. Интерогатив sentence. Вопросительное предложение. The following. Следующий. Нижеперечисленный. The following words. Следующие нижеперечисленные слова. Экспрессион. Выражение. Laughter is one of the best expressions of emotion. Смех это одно из лучших выражений эмоций. They saw serious expression on her face. Они увидели серьезное выражение ее лица. Idiomatic expression. Идиоматический оборот речи. Visible. Видимый, видный. Очевидный, явный. Visible image. Видимое изображение. The results can be visible only in two years. Результаты будут очевидны, видны только через два года. Mention. Упоминание. Упоминать. She mentioned this book in her speech. Она упомянула об этой книге в своей речи. Specific. Особенный. Определенный. Конкретный. Точный. Specific period of time. Определенный период времени. Если это видео было вам полезным, присоединяйтесь к нам. Подписывайтесь на наш канал English It Is Easy. С нами английский. Это легко. ordине мы сбк Grant. Это всегда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует.